всем привет с вами июля сегодня 30 апреля и в этом видео я хочу подвести итоги за апрель месяц я вообще планировала снимать видео о рукодельной неделе с 25 апреля по 30 но неделя получилось мало рукодельной я в начале недели делала включение снимала показывала рассказывала что да как но сегодня посмотрев итоги свои за эту неделю я поняла что но нет смысла поэтому я лучше сниму уже все в одном видео в итогах покажу вам продвижение и за эту неделю вот и подытожим месяц и даже попытаемся построить планы я в этом году плана не строила меня все общем он по настроению по вдохновению но вот на май месяц мне все-таки хотелось бы немножечко построить планы потому что есть предпосылки но об этом чуть чуть попозже давайте посмотрим основной процесс с которым я работаю в этом месяце он у меня основной потому что с ним я участвую в нашем совместном проекте рукодельный урожай данный совместный проект организовала я в нашей группе вконтакте вышиваем вместе ссылка в инфобоксе значит этот совместный проект у нас нацелен на выращивание наших кресиков и соответственно на сбор урожая готовых работ тема абсолютно свободная все что хотите можете вышивать на любом этапе принимаются работы самое основное это наша дружная компания просто вот как бы хотелось немножко как-то объединиться потому что у всех разные процессы какую-то определенную тему я уже не хотела брать а просто хотела объединить и всех девочек чтобы мы могли продвигать наши работы и как бы дружно общаться и можно присоединиться еще к нашему спе можно подать заявку фотографируем ваш процесс вашу работу описание делаем и добавляем в соответствующий альбом в группе вконтакте отчитываемся мы по понедельникам по понедельникам минимальный отчет 200 крестиков но вот я смотрю девочки стараются всегда вышить побольше я кстати тоже стараюсь всегда побольше вышить и вот такие вот промежуточные отчеты они очень сильно помогают быстро быстро вышиваться нашим процессом и у нас уже очень много финишей и работы так растут шустренько потому что взял повышевать 200 крестиков вышел 500 600 у кого-то и 1000 у кого-то и две бывают поэтому работы конечно же двигаются просто замечательно и вот я тоже вижу что и в моя работа продвигаться хорошо вот обязательно беру каждую неделю вести не вышлишь ставлю себе план выше 1000 крестиков ну и вот видите результат какой у меня половина работы ставлю вам фотографию чтобы вы посмотрели как работа выглядела на начало сп на начало ну я начало получился не в апреле марте на начало сп да и перед вами сейчас уже готовый результат в течение нашего сп половина работы вышита но для меня это просто прекрасно я вижу что такой темп вышивки мне подходит потихоньку не спеша работа продвигается устала откладываю есть желание побольше вышить пожалуйста вот что какие данные по этой работе ну так как сказала обложку я не нашла одну я думаю что вы имеете представление о данном дизайне постоянно показываю это панна серия стихии вода два у меня набора вышита осталось еще два вот воду вышиваю еще будет земля размер этого дизайна 32 5 на 32 5 сантиметров вышивается на аиде 14 каунта ниточками гамма нарезка здесь короткая но складываю в две нитки вышиваю 30 цветов используются в данном дизайне единственный промах у дизайнеров наверно поэтому и сняли с производства здесь не хватает черных ниток черные нитки закончилась закончились вот на этом этапе вот здесь дело в том что помимо каких-то крестиков здесь очень много бэкстича и он по ключу вышивается в 2 нити вот кое-где у меня еще этот бэкстич 2 нити есть вышит но я посмотрела на свои работы прошлые я их вышивала в одну нить и мне нравится в одну нить все нормально и вот здесь я уже тоже где-то выпорола переделала здесь тоже я вышиваю же в одну нить и вот здесь в одну нить вот две нитки все-таки наверное как-то немножко грубовато ну ярко получается конечно очень но все равно я думаю в одну нить нормально вот здесь у меня уже нитки идут dms черные поэтому такой момент не так нужно много а их было черных очень очень мало вот такой вот факт вот ну и что еще с бэкстичем скорее всего вот где остался еще в две нитки я выпарывать не буду потому что не благодарна это дело выпарывать бэкстич еще сложнее чем вы порвать крестики потому что нарушается и крестики и ну как бы сложно сложно его убирать поэтому где вот совсем как бы мне глаз не режет я его оставлю вот где есть пропуски уже здесь будет в одну ниточку вот дельфин кстати у меня ничего не вышит сейчас нужно будет доделать какие-то вот эти пропуски чтобы уже с легким сердцем спокойно ни о чем не задумываясь передвигаться выше и дальше вышивать у меня в планах на май эту работу завершить ну вот на ближайшую неделю буду вышивать вот этот участок где здесь голова владычицы осталось чуть-чуть мне здесь вышить чтобы вышить бэкстич как бы облагородить саму картинку ну потряс получается конечно очень ярко потрясающе да конечно это не такая прям детально проработка вы все по это понимаете но дизайна у этой работы он вот такой вот он яркий немножко как бы простоватый да но его прелесть в этой вот яркости в этой стилистике я вот полностью кайфую мне все нравится ну что тут сказать очень многим нравятся эти дизайны главное вот их вышить и уже как-то вместе оформить вот тогда это будет огонь будет просто супер вот поэтому эту работу я продолжаю вышивать здесь все окей что еще не сказала по данному дизайну да вроде бы все сказала своего вам показала продолжаю вышивать и конечно же буду вам показывать продвижение что как идет дальше в этом месяце у меня также также случился старт это набор фирмы реализе google у меня много вот таких вот мелочей вышито там без корню разные тоже от отриолис вот звезда вот just none у меня вышита но там мой полностью подбор вот этой звезды вот и следующий тоже наверно нужно будет готовить какой-нибудь и just none какую-нибудь интересную там вот эти есть и такие составные изделия без корню вот ну нужно будет пиратить схему потому что конечно купить это все это я посмотрела так дорого нет я на это пока не готова поэтому что-нибудь мы с пиратим вот ну и кстати по поводу купить у меня идут два заказа вот не планировала я что-то покупать в этом году ну как бы так вот целенаправленно но тем не менее вот хомячество ну знаете не лечится вот хомяку всегда что-то надо вот хоть чуть-чуть вот тут немножечко ну хоть чуть-чуть что-то надо прикупить и у меня там такие интересные оригинальные наборы идут вот поэтому тоже тоже жду их и хочу конечно же хоть что-то оттуда начать а чтобы начать нужно хоть что-то завершить мне в общем нужно вышивать и вышивать без передыху чтобы сделать все то что я себе запланировала вот с одной стороны у меня продаются наборы причем вот был недавно у меня большой заказ я получила наборов lanarte практически из новой коллекции все такое интересное но то в основном заказ по греции здесь и хотела конечно снять видео показать им эти новые наборы дизайны но так как-то задержался заказ и тоже не хотелось девочкам задерживать поэтому я думаю что самое главное конечно клиент и быстренько все все им отправила и ну не сняла для вас видео уж так получилось но зато у меня есть каталог каталог как правильно все время путаю можно будет полистать там все наборы и lanarte и вербака представлено всех продукция конечно такого толстяный класс вот я уже там вся как говорится слюной истекаюсь уже тоже много всего себе хочу купить вот так вот с одной стороны что-то продаю но слава богу продается что-то подкупаю общем хомяк не спит хомяк не дремлет хомяк всего старается как по как можно больше затащить в норку трамбовать и я вот все время удивляюсь откуда берется место вот смотришь нет места потом что-то еще как-то подвинул передвинул упаковал а нашлось место ну слава богу значит вот пока все хорошо и вот так вот каждый наборчик все-таки находит местечко в моем уголке и как показывает практика не ничто не зря все в тему все пригождается все вот когда-то раз достал и она надо вот так вот немножко сами поболтала ни о чем процессом не показала зигугу бегу за зигугу 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 на таком этапе наши с вами зигугу но смотрите очень даже неплохо продвинулась работа в этом месяце половина практически значит что мне здесь нужно работу сейчас с цветом номер два вот номер два беру вот так нитку и вышиваю и полностью напомню что здесь у нас луга на 25 каунта вышивка крестом в одну нить через одну не переплетение достаточно кропотливый процесс но можно вышивать если у кого проблема со зрением не надо конечно это не надо у кого нормально то потихоньку можно вышить вот и значит мне нужно вышить сейчас до вышивать тот цветок я вышила правильно вот четвертый угол рамочку и по моему все по моему больше этого цвета уже нигде не будет точно но вроде бы точно и дальше приступлю к цвету номер три это более такой темный цвет им вышиваются внутри цветков бутоны вышиваются и потом пойдет у нас металлик бэкстич металликом бисер бусины будет будет расшиваться работа и уже в заключении нужно будет плести шнурки кисточку и сшивать но увидите сборка тоже будет достаточно такой кропотливый потому что здесь очень много поэтому что за алжирские глазики это металлик здесь так бы дырочки выделяет как алжирские глазики получаются прикольно да здесь сборка тоже будет такая очень насыщенно много бисера вот кисточки все потихоньку я сделал в течение месяца я сделаю я вышиваю беру там нитку 2 и потихоньку вышиваю вот бывают ошибки приходится распускать конечно это печаль печальная потому что ну очень мелкий крестик и плохо видно но в целом работа идет более-менее нормально из всех вот этих моих без корню риоли самая самая простая поэтому ее можно вышивать вот подбадриваю вас не бойтесь вышивайте вот это то что касается без корню дальше смотрим дальше хочу вам показать напомнить о финише который состоялся в апреле месяце и я рада что у меня апрель месяц закрылся тоже с каким-то финишем каждый месяц я стараюсь чтобы что-то у меня вышивалось бывают месяца где вышиваться какие-то маленькие работы но не тоже как бы трудозатратные бывают месяцам где ну что-то покрупнее все-таки завершаются какие-то работы ну стараюсь стараюсь работать и над начатыми процессами которые давно мне были начаты и новое что-то хочется начинать вот но к примеру да ну раз уже я как тему-то затронула на чатыши моих сегодня у меня какой-то такой сумбур туда-сюда значит смотрите что у меня получается в апреле месяце там в апреле у меня завершилась вот моя паутина икона паутинка икона завершилась одна работа и все но началось у меня целых две работы у меня риоли зигуку начата и у меня ангел от dimensians начат да и вот в феврале я еще начинала dimensians ангельская мелодия тоже начата не завершена то есть свеженьких три у меня прибавилось и мне их нужно завершать вот вот эти три чтобы они не приходили хотя бы на следующий год потому ситуация такая знаете непростая надо работать ну вот давайте же покажу вам икону вот такая у нас здесь икона я вам показывал уже конечно ее размер 20 на 25 сантиметров спас нерукотворный бисер здесь чехия прициоса всего лишь 10 цветов с бисером у меня в каких-то проблем нет все мне понравилось единственное что пластиковые бусины вот я не знаю как они себя поведут в дальнейшем будут они область или нет пока конечно все хорошо но конечно бы надо оформить вот если оформить тогда все будет чудесно а так пока работа лежит в рулоне пока я еще не придумала куда и что потому что место конечно маловато маловато вот как-то под как как вам показать кручу-кручу постараюсь вот как-то так может чтобы вы бисер посмотрели кому нравится знаете вот мне нравится иметь какую-то бисерную работу потому что ну тоже такое удовольствие повышевать бисером люблю работы где есть украшение бисером и люблю вот именно чисто бисерной работы у меня есть два шикарных набора бисерных но пока я их не буду открывать потому что у меня too much у меня много всего времени сейчас почему-то все меньше и меньше мне кажется что я в каждом видео жалую что мне не хватает времени я думаю во всем не хватает потому что у нас очень большие желания и амбиции вышить все вот все не никогда не вышлишь даже если вышиваете 20 часов в сутки вот поэтому это такая проблема у всех всем хочется больше больше лучше вот ну как получается да тоже в принципе что тут жаловаться все-таки продвигаются работы есть финиш у меня и двигаться большие работы пусть они еще не завершены но все-таки есть прогресс я их вышиваю там месяц-два концу года какие-то большие работы тоже будут завершены это для меня тоже очень очень важно иметь обязательно финиш и но их старая себя контролировать со стартами хотя вот вижу уже разгулялась еще посылка идет еще мне там нужно будет начать в общем нужно под собраться силами что-то срочно завершить чтобы получить и какой-то равновесие и успокоиться не переживать по поводу целой кучи начатыши вот что еще у меня в этом месяце идем дальше дальше я вам покажу скатерть скатерть от фирмы вырвака купила я ее по-моему в 2018 году очень очень давно купила тогда две скатерти у меня еще есть вот такой тематики с чашками красными потрясающая скатерть но тоже лежит прям вот мне тоже сама себе не нахожу никакого оправдания почему я до сих пор не вышила эти скатерти но вот когда только приступила к этой скатерти я сломалась на том что я не умею вышивать идеальной изнанкой и отложила чтобы поучиться поучиться как бы было как-то лень и в общем процесс застрял вот в этом году я уже посмотрела как здесь вышивают другие рукодельницы что просто вышивать чистой изнанкой не идеально и не заморачиваются ну скатерть будет на кухне поэтому я решила тоже сильно себя не корить просто взять выше чтобы просто радоваться вот такому изделию какая она яркая сочная вот я вот мне очень нравится эта инсталляция эта картинка мне больше ничего на она не надо хочу тускать так несём же скатерть поскорее так покажу вам схему схема здесь вот такая конечно очень огромный лист этой схемы там ключ как нужно читать как нужно располагать рисунок вот нитки вот такие вот яркие сочные немножко не уже подзапутались ну что ж поделать вышивка идет в три нити вот такие классные сочные нитки и скатерть вот такая скатерть значит у нас 80 на 80 сантиметров написано стопроцентный хлопок вот здесь основа такая плотная равномерка а здесь рыклинка соответствует 10 каунту вот я сразу не подумала может быть нужно было бы ее постирать чтобы она подсела и было бы как-то проще вышивать ну вот на данный момент как бы я вышиваю так как и есть вот значит вот эта розочка угловая выше там у меня была уже давно и вот в этом году я отметила себе середину вот этого блока до от угла до угла вот такой вот блок вот он от угла до угла центральную вышила и вот центральной уже пляшу вышиваю рисунок влево до угла значит листочек вышит тут абрикоски наверное еще одна роза и здесь еще будут абрикоски дальше точно такой же рисунок ну как бы перевернутом виде будут идти вот сюда и потом буду переворачивать и так четыре стороны вышиваться в принципе легко так как это десятый каунт но единственное что мне не нравится что очень рыхлая основа крестики проваливаются нужно как-то держать себя в руках как-то аккуратно вышивать но стараюсь стараюсь и решила так как получается главное вышить или если я буду ждать от себя каких-то суперспособностей то возможно скатерть еще залежится на года поэтому нужно просто вышить и пользоваться и не париться пусть она меня радует ну вот покажу изнанку изнанка страшно ватенькая вот такая изнанка есть закрепки вот ну а что делать ничего набьется рука на при приловчусь как-то буду лучше вышивать чище аккуратней главное главное пусть вышивается вот кто там будет заглядывать и смотреть какую-то какую-то мою изнанку вот скатерть начала у меня вышиваться я прям очень этому рада что наконец-то я взялась за этот процесс ну и следующий процесс который мы с вами посмотрим это дименшинс gold коллекция недавняя покупка sweet dreams анджел анджел номер четырнадцать девяносто четыре это у нас гладь частичная вышивка размер 46 написать 6 сантиметров вышивка шерстью и мулине также есть металлик бусин и бисер вот все комплектацию я храню прям в этой сумке вот там вот у меня все нитки чтобы ничего себе не придумывать также напомню у меня была покупка в этом месяце то есть и вот этот набор пришел и вот этот ангел не одна женщина в контакте сбросила свою вышивку она вышивала этого ангела он какой он красивый какой красивый прям вот к нему нужно присмотреться он такой красивый этот ангел но она ангел да я он она ангел очень красивая проработка вышивки получается потрясающе поэтому я вот понимаю что я не зря купила я молодец нужно будет единственное постирать красные нитки чтобы они они случаем у меня где-то не пылиняли вот конечно такие вышивки не стирают но нитки надо будет постирать потому что все красное иначе будет беда вот в общем вот такие вот две покупки одну покупку я сразу же и начала вот этого ангела и сейчас покажу вам как у меня продвинулся там процесс итак мой ангел дизайн 1996 года частичная вышивка по напечатанному с напечатанным фоном очень качественный фон ткань все мне здесь понравилось замечательно и с чего я начала мою работу самого простого на мой взгляд это оборка оборка юбки вот здесь вот такие участки вышивались гладью в три нитки мулине цветов здесь много от светло-серых темно-серым темно-серых тоже там несколько цветов вот такие вот плавные переходы причем каждый участок был обозначен в какую сторону нужно выкладывать нить чтобы передавать правильный изгиб ткани интересный опыт немножко кропотливая работа но мне понравилось я с удовольствием справилась быстренько с этой задачи дальше я перешла к туфельки с туфелька мне пришлось немножко повозиться потому что маленький участок и еще нет такого опыта по работе вот с такими деталями первую туфельку вы вышит и мне пришлось распороть потом я заново все вышила сейчас мне уже нравится моя туфелька вот это золото это лента которая пришивается как коучингом да и вот здесь вот ну может быть она мне не очень прям легла но вот со стороны смотрится туфелька реалистично мне кажется что у меня получилось но и в центре сердечко здесь пришивается бусинка бисеринка бисеринка достаточно крупная и я ее пришила но скорее всего придется ее отсюда срезать потому что когда я буду перекручивать основу она очень большая и будет продавливать ткань поэтому нужно будет ее срезать и поэтому моя идея сразу пришивать бисер отпадает а бисерин должен был пришиваться вот сюда в центр эти беленькие такие точки сюда пришивается бисер вот после туфельки я занялась вот этой золотой лентой которая пришивается также коучинга в принципе справилась достаточно быстро естественно кропотливая работа потому что металлика нужно было найти способ как правильно пришить и ленту чтобы она не сдавливалась не собиралась пришивала ее колоском вот так вот что слева то справа прихватывала получилось мне кажется очень удачно бисер буду пришивать уже в конце как и сказала вот здесь в серединках пришивается бисер дальше переключилась на белые цветочки они вышиваются очень быстро тут раз-два и готова ну и следующий этап а еще вот такой элемент видите вот здесь вот складочки обшиты это стем стич вышивается блендом из серебристого металлика и светло-серой ниточки вот так вот очень тонко изящно мне понравилось такой эффект классный вот ну и следующий этап это золото вот оно это золото здесь его много вышивается в две ниточки золото золотом две ниточки коучингом очень сложный как бы стежок не коучинга простите стем стич стежок легкий но металлик он не очень послушный в этом стежке и перетирается закручивается поэтому как бы вот процесс шел медленно глаза устают вот такого блеска ну поэтому видите не завершила я полностью весь этот этап мне нужно будет я сделал перерыв часть я вышла что как бы сил у меня хватило и вот следующий этап нужно будет дошить золото вот дошить золото а дальше я я перейду на верх на юбку и буду вышивать здесь выше вышивка гладью шерстью вот видите вот такие вот штрихи это показано в какую сторону должно быть направление нити то есть здесь будет вышиваться нить в это направление вот здесь вот такое направление здесь вот такое вот такое вот и дальше по краю вот этого плаща накидки будет идти это же обшивка золотом но тоже потом сначала глади все тут нужно вышить этот кусок потом буду обшивать золотом вот работа кропотливая но очень интересная в таком предвкушении мне все нравится и хочу поскорее вышить оформить повесить я уже все себе придумала поэтому нужно собраться силами вышивать 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 вот такие у меня новости на сегодня итак подводя уже заключительные итоги этого месяца что мы имеем у меня случился финиш апреля месяц я закрываю с финишем икона от фирмы паутинка и я молодец это конечно супер что у меня получился финиш также в этом месяце у меня получилось два старта риолис и зигугу и дименшинс ангел и конечно не тут не совсем я молодец что я сделать два старта нож как получилось раз я их сделала теперь надо ускоряться и их вышивать чтобы не было много переходящих процессов вот но не могла я никак удержаться от этих стартов так хотелось поэтому случились ну и из тоже из плюсов то что у меня продвигаются две работы из старых начатыши это скатерть старый процесс и процесс так сказать уже возобновился ну и конечно же моя владычица морская которая вышивается это тоже супер вот будем надеяться что в мае месяце вот эта парочка завершится то есть нужно завершить владычицу морскую и реолис зигугу вот это то что у меня реально стоит в планах ну а здесь как будет вышиваться как пойдет возможно будет еще какой-то старт если придет посылка в мае может быть она придет в июне посылки сейчас долго идут поэтому тут уже как получится но как придет я думаю я там начну мне мне интересно там тоже идет что-то необычное вот на этом у меня все надеюсь вы хорошо повышевали подбодрились желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока